Здравствуйте, следующий урок. Управление доступом. Управление доступом в рамках системы подразумевает несколько аспектов. Это доступ к модулям, к элементам динамического контента, к файлам и папкам, и управление доступом с использованием API. Итак, давайте рассмотрим на примере, как определяются права доступа для конкретного пользователя. В административном разделе перейдем в раздел «Группы пользователей». Вместе с готовым решением в системе уже была создана группа контент-менеджеры. Давайте привяжем какого-нибудь пользователя к этой группе. Например, пользователя с логином «Тест». А теперь авторизуемся под пользователем «Тест». Здесь мы видим, в публичной части нам есть доступ на изменения этой страницы. Давайте перейдем в раздел «Новости». В этом разделе у нас есть доступ на изменения комплексного компонента, создание разделов и страниц в этом разделе. Перейдем в раздел «Партнеры». И, как видим, здесь нет возможности создания разделов и страниц. Посмотрим, какой доступ на изменения инфоблоков у нас есть. В административном разделе, в разделе «Контент» мы видим доступ к инфоблокам «Новости», «Продукции», «Услуги» и «Вакансии». И у нас нет доступа к типу инфоблока «Контент», в котором мы создавали инфоблоки в ходе реализации проекта. Также в разделе «Настройки» у нас есть возможность изменять свой профайл. Давайте зайдем под администратором. Рассмотрим, как определяются уровни доступа для пользователя, принадлежащего группе пользователей «Контент-менеджеры». Перейдем в настройки группы пользователей. Во вкладке «Доступ» мы видим уровни доступа для каждого модуля. В главном модуле стоит уровень доступа «Контент-менеджер», для модуля управления структурой, редактирования файлов и папок. Для остальных модулей стоит уровень доступа по умолчанию. Давайте посмотрим, какие есть уровни доступа. Итак, мы здесь видим уровни доступа для каждого модуля. Найдем главный модуль и, например, уровень доступа с буквой «Ку». Это уровень доступа с названием «Контент-менеджер». Зайдем туда. Здесь есть минимальное описание. Во вкладке «Включаем операции» мы можем видеть те операции, которые содержат данный уровень доступа. В данном случае для этого уровня доступа в главном модуле установлен просмотр своего профайла, редактирование своего профиля и управление кэшем. Рассмотрим уровень доступа для группы пользователей непосредственно в инфоблоках. Перейдем в настройки инфоблока «Новости». Во вкладку «Доступ». И здесь мы видим уровень доступа для группы «Контент-менеджеры» изменения. Теперь давайте перейдем в тип инфоблока «Контент». Например, в инфоблок «Слайдер». Вкладка «Доступ». И здесь мы видим для группы «Контент-менеджеры» уровень доступа по умолчанию. В данном случае он закрыт. Давайте поставим изменения и сохраним. То же самое сделаем для инфоблока формы обратной связи. Сохраним. Теперь перейдем в публичную часть и рассмотрим уровень доступа для группы «Контент-менеджеры» для каждого раздела. В данном случае перейдем в раздел «Новости» и рассмотрим доступ к этому разделу. Здесь мы видим уровень доступа запись для группы «Контент-менеджеры». И в разделе «Партнеры» у нас нет доступа, отдельного доступа для группы «Контент-менеджеры». Давайте добавим этот доступ. Поставим уровень запись. Сохраним. Теперь давайте обратим внимание на некоторую особенность. Сейчас перейдем в раздел «Администрирование», в файлы и папки, в раздел «Битрикс» и обратим внимание на правую колонку. Здесь мы видим права на доступ продукта для администратора, для пользователя группы «Администраторы». Посмотрим права на доступ для группы «Контент-редакторы». И здесь мы видим, что для раздел «Админ» стоит права на доступ как чтение. Посмотрим, какие права есть для других групп, например, для всех пользователей. И мы видим, что доступ здесь в данном случае запрещен. Это связано с тем, что пользователи сайта не могут заходить в административный раздел. Давайте теперь авторизуемся под тестовым пользователем, который принадлежит группе «Контент-менеджеры». И в административном разделе рассмотрим, к каким инфоблокам мы имеем доступ. Мы видим, что у нас появился тип инфоблока «Контент» и инфоблоки «Слайдеры формы обратной связи», доступ к которым раньше мы не имели. Теперь мы можем редактировать элементы из этих инфоблоков. Также давайте перейдем в публичную часть и в раздел «Партнеры», в котором раньше мы не имели возможности создавать страницы. Видим, что у нас появилась возможность создавать разделы и страницы в разделе «Партнеры». Итак, давайте подведем итог. Права пользователя определяются группами, в которые он входит. У каждой группы есть настройки доступа. Настройки доступа в каждом модуле, в инфоблоке и в физической структуре. Давайте создадим отдельную группу пользователей под названием «Управление голосованием». Привяжем к ней пользователя тест и настроим права доступа во вкладке «Доступ» для модуля управления опросом и голосованием. Уровень доступа в запись сохраним. Давайте авторизуемся под тестом. Перейдем в административный раздел и в сервисах у нас появился доступ к опросам. Создадим опрос. Для этого нужно для начала создать группу опросов. Стоит отметить также, что мы можем назначить доступ для различных групп пользователей к этому опросу. Есть три уровня доступа, закрыт. Посмотрите результаты, принять участие. Давайте оставим все как есть. Сохраним. А теперь создадим сам опрос. Группа опросов, именование. Сохраним. В опросе давайте создадим какой-нибудь тестовый вопрос. Вариант ответов. Сохраним. Давайте воспользуемся компонентом опроса. Реализуем его на странице в разделе «Компания». Например, создадим страницу «Опросы». И разместим здесь компонент «Опросы». Раздел «Сервисы», «Опросы голосования», «Комплексный компонент», «Текущий опрос». Настроим его. Выберем группу опросов. И укажем ID опроса. Для этого перейдем в административный раздел и посмотрим, какой у нас используется ID. Ну, в данном случае компонент сам определил опрос, и мы видим текст опроса. Таким образом можно давать отдельный доступ для разных пользователей на отдельные модули. Например, можно дать отдельный доступ для одного пользователя на модуль управления рассылкой или для другого пользователя для управления веб-формами. Давайте рассмотрим реализацию частой задачи создания закрытого раздела на сайте и управления доступом через API. Давайте посмотрим публичную часть. У нас есть раздел «Партнером». Давайте закроем этот раздел для пользователей сайта и откроем его для пользователей группы, например, «Партнеры». Для начала нам необходимо создать группу партнеров. Сохраняем. Давайте создадим у пользователей и привяжем его в группе. Сохраняем. Сохраним. Сохраним. Теперь настроим доступ к разделу «Партнеры». Давайте откроем доступ для группы «Редакторы». «Редакторы» на запись и добавим право доступа для группы «Партнеры» как чтение. Для всех остальных мы закроем доступ. В этом разделе мы будем выводить информацию для группы «Партнеры». Она будет храниться в информационном блоке, поэтому давайте создадим инфоблок, например, инфоблок мероприятий. Шаблоны пути мы настроим позже. Создадим доп. Свойства «Город». И, соответственно, в вкладке «Доступ», разрешим доступ для инфоблока. Инфоблок для партнеров и контент-редакторов «Изменения». Сохраняем. Давайте разместим элементы. Теперь нам нужно вывести информацию из информационного блока мероприятия в разделе «Партнеры». Давайте для этого создадим раздел. У нас уже есть страница мероприятия. Для начала давайте ее удалим. И создадим в разделе «Партнеры» отдельный раздел мероприятий. Назовем его «Events». Сохраним. Давайте откроем верстку «Events List». И посмотрим визуальное отображение. В данном случае мы видим, что список мероприятий похож на список новостей. Поэтому давайте воспользуемся компонентом, комплексным компонентом «News» и его шаблоном в дефолтном шаблоне сайта. Разместим его на странице раздела. Шаблон «News». Инфоблок мероприятия. Включим режим «ЧПУ». Страница для детального просмотра… для просмотра детального элемента здесь будем использовать элемент ID. Формат даты давайте поставим следующий. И выберем свойства. В списке и в детальном просмотре. Сохраним. Теперь давайте настроим инфоблок, а именно шаблоны путей. В URL страницы информационного блока это будет «Partners». «Events». Страница раздела. И страница детального просмотра элемента будет строиться от раздела «Partners.Events». Давайте сохраним. Так, мы на детальной странице. Обратим внимание, что в списке мероприятий у нас выводится один элемент. Давайте перейдем в настройки компонента. И в разделе «Источники данных» мы видим включена опция «Показывать только активные на данный момент элементы». И почему у нас выводится один элемент? Это связано с тем, что когда мы создавали элементы в инфоблоке мероприятий, мы указали дату активности у двух из них на будущее. Эта опция в настройках компонента определяет, что компонент выводит только те элементы, которые активны на данный момент. Поэтому элементы с датой активности в будущем не показываются. Давайте отключим эту опцию. Сохраним. И, как видим, у нас появились все элементы из инфоблока «Мероприятие». Итак, давайте выйдем из режима администратора. И мы видим, что доступ для неавторизованных пользователей в раздел «Партнерам» закрыт. Также недоступны ссылки в левом меню и в выпадающем меню сверху. Это связано с тем, что в разделе «Партнер» доступ закрыт не только для индексного файла, но и для всех остальных файлов и разделов, которые лежат в разделе «Партнеры». И когда мы интегрировали шаблон в меню, мы учли права доступа. Давайте войдем под пользователем, который принадлежит группе «Партнеры». Здесь мы видим, что у нас доступны элементы из инфоблока «Мероприятие». Есть доступ в раздел «Партнеры» и мы видим пункты «Меню». – Это «Мероприятие». Продолжение следует...